что с теми украинскими заключенными которые оказались в зоне оккупированной это черная дыра впрочем впрочем вот за два или три два года оккупации какие-то места два года какие-то меньше появилась наконец-то сервис в син письмо он пока плохо работает в донецком сизо по крайней мере уже появилась только сейчас между прочим только сейчас в макеевке обещают тоже сделать в син письмо но там смешно там разрешили денежные переводы вроде как но там проверить еще мы пробную тысячу закинули пока нет ответа получили люди или нет а вот а как проверить потому что в син письмо тоже подключили они привезли оборудование а никак не распакуют ксерокс никак без ксерокса невозможно да потому что это же в син письмо приходит надо это распечатать и отксерить да чтобы было несколько экземпляров и ты один несешь туда другой сюда и вот никак сервис не распакуют поэтому не можем узнать наша тысяча прошла или нет потихонечку как то все тем не менее будут строить новые будут строить новые тюрьмы везде я вчера посмотрела почитала на сайте в син объявление из запорожского уфсин очень забавно я напомню запорожская область далеко не вся оккупирована далеко не вся тем не менее у них есть уже управление свое в син там будет построена супер тюрьма на это деньги выделены это очень удобно кстати и там требуется 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 сотрудники ну то есть там требуется сотни сотрудников я так понимаю что там вообще никого нет и никто не собирается там работать поэтому как нет все это будет укомплектовывать если в ростове никого нет в краснодаре дефицит 80 процентов сотрудников а что как а почему такое это хороший вопрос а куда мужики сиделись куда все делись то мужики в форме что платье плохо что ли хуже чем контракт а сколько сколько зарплата вот у сеновца у рядового какие если ты приходишь только вот сейчас 30 тысяч если только приходит чуть поменьше чем 200 правда да поменьше это во первых но у них все мы повышают зарплаты плюс ко всему у них подъемные 7 окладов надо сказать и они как раз больше прибедняются потому что сама ставка голая очень маленькая а дальше происходит прибеднение значит 7 окладов только подъемные отпуск 40 дней тряса зарплата премии так далее и самое главное простите через 15 лет они уходят на пенсию в 20 лет поступающий работать 35 пенсионер и там пенсия не 10 тысяч не граждан они хотят не хотят они просто да они просто не хотят ну и вот это вот низкая ставка вот 28 30 тысяч конечно оправдание почему я проношу в сизо телефон а у меня зарплата маленькая понятно вот я еще сейчас как раз искал это сообщение вот нашла его вот тоже это касается днр там же вообще у нас же государство насколько я помню такое было у них там флаг свой президент был когда-то было да 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 и там значит вот это как раз та самая черная дыра и вот мы же тут знаете ли в эмиграции книги пишем спектакли ставим по последнему слову заключенных да политических заключенных в первую очередь что в этом есть всегда какой-то очень яркий посыл до общества фактически манифест и вот парень которого зовут александр погорелов он обвиняется в убийстве моторолы 6 половиной лет он уже находится в сизо и он в своем последнем слове вместо того чтобы рассказывать там про свое устремление про свободу он рассказал про пытки очень подробно куда чё прицепляли как чего включали чем били как били когда и в общем во всех подробностях 6 половиной лет да он уже находится в сизо ему я насколько понимаю просят пожизненное в общем вот как бы то есть этими людьми не интересуется никто да они не интересны россии они не интересны украине они вот в этой самой вот в этом самом межпространстве все туда попадают правильно я понимаю совершенно верно совершенно верно я очень долго много лет переписывала с женщиной чей муж а был осужден в киеве и на пожизненное и он попал в одну из донецких зон там есть пожизненная зона была пожизненная зона это еще задолго задолго до всего до всего это год наверное ну да 14 15 и вдруг в киеве короче говоря пересуд и отмена приговора и все сначала то есть пожизненные отменили приговор нашли новое обстоятельство отменили приговор пожизненный а дальше дальше были попытки вытащить этого парня есть поставление суда вернуть его в киев на пересуд мы с ней потерялись в начале войны в двадцать втором году мы с ней потерялись но не мы ничего не могли сделать ничего